Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада вас сегодня увидеть на этом замечательном вебинаре, и мы с вами сегодня будем говорить на очень интересную и актуальную тему, которая звучит следующим образом. Методика работы по формированию орфоэпической нормы у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Тема действительно очень актуальная и достаточно сложная, потому что сама орфоэпическая или, как мы говорим, акцентологическая норма русского языка, как считают лингвисты, как считают методисты, является одной из самых сложных. Одной из самых сложных. Мне очень хочется, чтобы на протяжении всего нашего сегодняшнего с вами мультилога, я бы так сказала, было плотное общение, была обратная связь, потому что я свой вебинар построила как коммуникацию, да, как коммуникацию с вами. Поэтому, пожалуйста, где-то я буду задавать вопросы, вы, пожалуйста, реагируйте в чате, где-то вы будете мне задавать вопросы. Давайте будем очень тесно взаимодействовать для того, чтобы наше сегодняшнее с вами общение, наш мультилог был очень продуктивным. Итак, вот, пожалуйста, такой вопрос, сразу с него начну. А как же правильно? Я намеренно не буду произносить слова, вот вы видите, слова в левом и правом столбике, да? А как же правильно? Какой вариант выберете вы? Пожалуйста, напишите в чате, как бы вы произнесли эти слова, куда бы вы поставили ударение, или как вы это делаете в своей речи, как вы произносите эти слова. И слова я выбрала тоже не случайные, потому что мы очень часто их употребляем, практически каждый день в нашей с вами речи. Пожалуйста, коллеги, пишите в чате. Как же правильно? Версии. Так, первый столбик кто-то выбирает, спасибо. Так, еще варианты, добрый день, подскажите. Так, ну это все. Еще, пожалуйста, первый или второй столбик, еще мысли. Так, так, кто-то выбирает второй столбик. Хорошо. Вот у нас с вами уже коммуникация выстраивается, разные ответы. А как же все-таки правильно? Конечно же, мы должны с вами выбрать столбик, где написано логин, логопедия, компетентный. То есть второй столбик, там у нас правильный вариант. Но здесь еще я скажу. Логин, да. Логопедия, если мы с вами обратимся к орфоэпическому словарю, или к словарю акцентологическому, или к словарю ударения, они по-разному называются у нас в лексикографии, то там будет у нас написано следующее. Логопедия и логопедия. Когда мы видим вот это и, это значит перед нами равноправный вариант. То есть мы можем сказать и логопедия, и логопедия. Но первый вариант все-таки он предпочтительнее. Почему так? Потому что работает закон аналогии. Закон аналогии, да, давайте с вами сразу подумаем. Википедия, да, логопедия, логопед. Поэтому мы и говорим логопедия, а потом уже и логопедия. Дальше. Слово компетентный, компетенция. Т только мягко мы с вами должны произносить. Это слово частотно в нашем с вами педагогическом лексиконе. Поэтому кто выбрал вот этот второй столбик, да, тот, конечно, сделал правильный выбор. Но здесь ничего такого нет. Мы можем ошибаться. Почему? Потому что сама норма арфоэпическая, или, как мы говорим, акцентологическая, она одна из самых сложных, по мнению лингвистов, по мнению методистов, в русском языке. Теперь давайте еще подумаем. Вместе с какими разделами русского языка связана арфоэпия? Как вы считаете, уважаемые коллеги? Вот немножко давайте на эту тему порассуждаем. Вот арфоэпия, произношение правильное. Правильная постановка ударения. С какими разделами русского языка пересекается, связана, коррелирует арфоэпия? Как вы считаете? Пожалуйста, тоже очень активно. В чате, пожалуйста, пишите. Так, вот вижу ответы. Орфография, спасибо. Фонетика замечательная. Еще, еще, еще. Вспоминайте, пожалуйста. Думайте, анализируйте. То есть вот для чего мы изучаем арфоэпия? С какой целью мы знакомимся с акцентологией? Как это работает на другие разделы? Потому что язык – это система. И как это в системе работает? Для нас это важно. Еще ответы, пожалуйста, коллеги. Еще жду. Вот здесь у меня так. Орфография вот вижу. Фонетика еще, пожалуйста. Морфология замечательная. Словообразование. Прекрасно. Прекрасно. Так, хорошо. Лексика. Замечательно. И вот давайте немножечко проанализируем, да, то, что мы с вами здесь озвучили. Да, действительно, арфоэпия, акцентология связана, можно сказать, со всеми разделами русского языка. Практически со всеми разделами русского языка. Да, с фонетикой, потому что звуки мы произносим, да, звуки. В фонетике изучается ударение, в фонетике изучается интонация. Это все у нас связано, безусловно, с арфоэпией. Дальше. С орфографией. Правописание, произношение, принципы орфографические. Связаны, конечно же, с арфоэпией, безусловно. Дальше, пожалуйста, посмотрите. Вот здесь я видела словообразование или морфемика. Вот когда мы говорим об арфоэпическом правиле, об арфоэпическом правиле, то есть как правильно произносить слово, там у нас определенные трактовки существуют. То есть ударение падает на суффикс, ударение падает на окончание, ударение падает на приставку. Поэтому, конечно, связь морфемики и арфоэпии очень тесная. Безусловно, арфоэпия связана с лексикой. Я вижу это в ваших ответах, коллеги, замечательно. Потому что мы различаем смысл слов. И вот здесь уже, если уже говорить, рассматривать это узко, мы можем с вами коснуться темы амонимия или амографа. Амографа, да, амографа – это слова, которые мы с вами пишем одинаково, а произносим по-разному. Прямая связь с лексикой и, конечно же, связь с морфологией. Все арфоэпические правила, они базируются на частеречной принадлежности слова. То есть мы рассматриваем, как это, в каком контексте. Постановка ударения в именах существительных – одни правила. Постановка ударения в глаголах – другие правила. Постановка ударения в наречиях и так далее. Поэтому, как мы видим, арфоэпия актуальна. Арфоэпия связана абсолютно со всеми разделами русского языка. И поэтому, конечно же, она занимает важное, важное место вообще в нашей устной речи. В нашей устной речи. Арфоэпическая норма, прежде всего. Арфоэпическая норма русского языка. Спасибо всем за ответы, за обратную связь. И посмотрите, значит, к чему я это все говорю. Безусловно, воспитатель, педагог, учитель, да, неважно. Человек, который работает с детьми, человек, который работает со словом, должен в идеале владеть арфоэпической или, как мы говорим, акцентологической нормой. Акцент – это значит ударение. И да, мы с вами обращаемся к орфографическим словарям достаточно часто. Но, на мой взгляд, больше даже, наиболее часто мы должны с вами обращаться все-таки к орфоэпическим словарям. Потому что столько сложных слов. Думаешь порой, а как правильно произнести, а как быть, да, как правильно поставить ударение. Потому что речь педагога, речь воспитателя, речь учителя, она является образцовой, да, она является образцовой, и мы здесь работаем с детьми, которым транслируем, транслируем этот образец. И вот здесь, посмотрите, актуальные словари, да, мы можем обращаться к печатной продукции. Вот здесь я бы отметила словарь под номером один, автором которого является Калинчук и Касаткин. И под номером три, Резниченко, словарь ударения русского языка. Это такие свежие работы, к которым, в общем-то, нужно обращаться. Ну, мы сейчас с вами находимся на такой вот, так скажем, переходный у нас этап от печатного к электронному, да, чему доверять, где правда. Очень часто обращаемся к электронным словарям, разночтения встречаются, как же правильно поставить ударение в данном случае. Поэтому вот эти словари, да, к ним можно обращаться. Это печатные словари. И вот в плане электронных ресурсов, допустим, вам нужно срочно проверить, посмотреть, правильно ли вы поставили ударение, правильно ли вы произнесли слово. В данном случае, конечно, academic.ru. Здесь очень хорошие у нас словари. Русское словесное ударение, словарь ударения русского языка, вот вы видите. Очень хороший ресурс, который надежно помогает нам и ориентирует в пространстве. Да, в пространстве русского языка, скажем так. Дальше. Очень хороший ресурс, тоже я его рекомендую в плане собственного развития, речевого развития, совершенствования своей речи. Это, конечно, грамота.ру. Вот здесь есть русский устный, видите рубрику, да, аудиословарь. Вот сейчас я, аудиословарь вот. И аудиословарь «Говорим правильно». Это для тех, кто, например, хорошо воспринимает, или лучше даже воспринимает информацию на слух. Можно обращаться к этим аудиословарям. Но если у вас, например, возникла какая-то такая сложная, может быть, ситуация, да, вы не знаете, как правильно поставить ударение, можно здесь, вот на этом сайте, задать вопрос эксперту. И вы получите такой компетентный, компетентный ответ на волнующий вас вопрос. Что же такое орфоэпия? Как мы понимаем этот раздел? Вот здесь существует два подхода. Два подхода в понимании орфоэпии. Первый. Орфоэпия – это раздел лингвистики, раздел языкознания, который изучает нормы произношения звуков, их сочетаний, слов. Вот такую трактовку, такую интерпретацию орфоэпии дают ученые Гвоздев Александр Николаевич и Вячеслав Всеволодович Иванов. И существует второй подход. Орфоэпия – это раздел лингвистики, который изучает совокупность норм произношения и ударения. Авторы этого подхода, приверженцы этого подхода – это Рубен Иванович Аванесов, Рубен Иванович Аванесов и Александр Александрович Реформацкий. Посмотрите, коллеги. Второй подход, там, где у нас Аванесов, да, Рубен Иванович, он лежит в основе школьной практики, школьных учебников. То есть орфоэпия в широком смысле, понимается в широком смысле, как совокупность норм произношения и постановки ударения. Вот это такой вот подход, который лежит в основе школьной практики. Это широкое понимание орфоэпии. Если мы с вами будем говорить об узком понимании, как орфоэпия – это только нормы произношения, то тогда мы уже говорим отдельно об акцентологии. Акцент – это ударение. Соответственно, акцентология – это раздел языкознания, занимающийся исследованием системы ударений какого-либо языка или группы языков. Акцентология в узком смысле слова относится к фонетике, к составной части фонетики русского языка. Вот таким вот образом мы можем с вами интерпретировать данную терминологию. Но сегодня на вебинаре я буду использовать именно в своих интерпретациях, в своих подходах второе понимание Рубена Ивановича Ивановича Ивановича, то есть орфоэпия в широком смысле – это и нормы произношения, и постановка ударения. То, что мы, так скажем, позиционируем уже в школьной практике. В школьной практике. И обращаюсь вновь к вам, уважаемая аудитория, уважаемые коллеги. Давайте вместе подумаем и отправим ответы в чате. Вопрос следующий. О каком лингвистическом явлении идет речь? Вот посмотрите, здесь я привожу, вот, пожалуйста, 18-19 век. Здесь вы видите Пушкин, Лермонтов. Современный русский литературный язык у нас начался только в 20-м, да? В 20-м веке. А здесь у нас литературный язык уже сформировался. Мы говорим, что он идет от эпохи Пушкина, конечно же. Так вот, там говорили эпиграф, символ, номер, шкаф. А сейчас, сейчас, коллеги, уже в 20-м, 21-м веке мы говорим эпиграф, символ, номер, шкаф. О каком лингвистическом явлении, на ваш взгляд, идет речь? Пожалуйста, ваши ответы. Как вы думаете? Ваши мысли? Давайте вместе порассуждаем. Так, вижу, хорошо, спасибо, Евгения. Еще, еще кто как думает? Вот почему там так вот в 19-м веке, а вот в 20-м, 21-м мы по-другому произносим. Эти же слова. Что происходит? Хорошо, изменение орфоэпической нормы, пишет нам Марина. Пишет нам Марина. Совершенно верно, совершенно верно, замечательно. Происходит изменение орфоэпической или акцентологической нормы. Потому что язык меняется. И все изменения, да, конечно, и все изменения, которые происходят в мире, которые происходят в обществе, отражаются на языке. И, безусловно, норма, она меняется. Она меняется. Вот немножечко такую реплику, да, вы тоже, наверное, видите. Вот так произносили, сейчас несколько изменений. Некоторые изменения, да, в словах наблюдаются. Вот мы долго сетовали, например, слово, говорили йогурт, а потом предложили йогурт. А на самом деле слово йогурт, оно пришло еще раньше, чем йогурт. Потому что оно было заимствовано из турецкого языка, поэтому ударение было йогурт. А потом появилось слово йогурт из английского языка. Поэтому вот изменение нормы – это закономерный процесс, закономерный процесс, который характерен, в общем-то, для каждой эпохи. Замечательно, что у нас был правильный ответ, это очень приятно. Так, каковы же факторы, которые влияют на изменение нормы и появление вариантов? У нас есть вариантное ударение еще в русском языке. Вот факторов очень много, давайте немножечко на них остановимся. Конечно же, это преобразование в различных сферах человеческой деятельности, безусловно. Это принцип языковой аналогии, как вот мы сегодня сказали, википедия, логопедия, да, и так далее. Языковая аналогия на всех уровнях абсолютно работает, в том числе и на уровне орфоэпии. Это закон экономии речевых средств, речевых усилий. Вообще он очень ярко проявляется в нашей современной речи, поскольку мы живем мобильно, говорим быстро, и даже темп речи, он иной. В 19 веке он был иным, в 20-м иным, в 21-м он совершенно иной. Поэтому закон экономии речевых средств, как он отражается на орфоэпии. Например, у нас есть полный вариант произношения, мы говорим книжный, полный вариант, допустим, Александр Александрович, да, полный вариант. Есть у нас такой разговорный вариант, я могу сказать, Сан Саныч, Александр Иванович, да. Поэтому это и есть закон экономии речевых средств. Далее. Авторитетность социальной среды, в которой распространилось отклонение от нормы. То есть авторитетность среды имеется в виду, это среда ученых, среда, может быть, публицистическая какая-то, среда литературных деятелей. Об этой среде идет речь. И, конечно же, контакты носителей литературного языка с носителями просторечия, жаргонов, диалектов, других языков. То есть это все, безусловно, влияет на изменения, в том числе и орфоэпической нормы. Замечательно, вижу ваши комментарии, спасибо за реакцию, замечательно, что вы со мной. При этом существуют различные орфоэпические ошибки. Это, конечно же, индивидуальные особенности произношения, когда мы, например, испытываем определенные трудности. В некоторых случаях нам нужны услуги логопеда. Дальше. Это диалектные особенности произношения. То есть, например, у нас есть южно-русские и северно-русские говры. И если человек проживает на этой территории, то так или иначе, диалектные особенности, они тоже влияют на произношение каких-то определенных звуков, прежде всего. И акцент. Акцентологические ошибки. То есть неправильная постановка ударения, прежде всего, в каких-то словах. В каких-то словах. Далее. Далее. Причина низкого уровня владения акцентологической нормой именно русского языка. Посмотрите. Здесь я выделяю экстралингвистические, внешние факторы и интралингвистические, то есть внутренние факторы. Что влияет? Конечно же, если мы говорим об экстралингвистических факторах, то это неблагополучная речевая среда, бытовая речь. Методисты отмечают плохое качество современных учебников и учебных пособий для школы, где данная тема охватывается частично. Некоторые методисты об этом говорят, о некоторых учебниках. Да, возможно. И, конечно же, сложившаяся школьная практика – уделять пристальное внимание письменной речи, а устной по остаточному принципу. Здесь можно еще добавить, я думаю, коллеги, вы со мной согласитесь, вот в наш век вот такой виртуальной коммуникации мы очень мало стали говорить, и наши дети стали мало говорить. То есть устная речь у нас испытывает, так скажем, ну, наверное, такие вот, ну, недостаточно она у нас, недостаточно звучит. Нехватка устной речи – это острая проблема. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Спасибо за реакцию. И посмотрите, обращаясь к самому русскому языку, здесь есть интралингвистические, то есть языковые факторы. Если мы с вами возьмем французский язык, то там все понятно, ударение на последний слог. Николя, Мишель и те слова, которые пришли с французского языка, там все тоже прозрачно. Жалюзи, шасси, диспансер – мы ударение ставим на последнем слоге. В языке Австралии ударение преимущественно на первом слоге. Русское ударение, оно такое же, наверное, непростое, как наш русский характер, как русский человек и русская душа. Так вот здесь посмотрите, что для него характерно. Это и подвижность, это и разноместность русского ударения. Если перед нами сложное слово, где несколько корней, там наряду с основным, главным ударением используется и второстепенное ударение. Вот, посмотрите, вот я поставила в словаре тоже. Есть отметка, да, основное ударение, как это графически показано, и второстепенное ударение. Грязь, вода, лечебница – основное и второстепенное ударение. Наряду с основным и второстепенное. Дальше. Есть акцентологические варианты с пометой «допустимо». То есть в словаре у нас в архоэпическом стоит «и». Можно и так, и так. Творог и творог. Первый вариант предпочтительнее, но оба варианта являются литературными. При этом допустимый вариант встречается в речи людей чаще, чем предпочтительный. Так складывается у нас речь, разговорная речь. И, конечно же, специфическое ударение принятое только в какой-либо узкопрофессиональной среде. Искра, искра у инженеров, компас и компас у моряков и так далее. То есть все эти факторы, все эти причины осложняют освоение орфоэпической нормы, акцентологической нормы русского языка. Ну и давайте посмотрим, как должна вестись работа над развитием произносительной культуры. Что она включает в себя? Произносительная культура речи старшего дошкольника. Это, конечно же, в каких направлениях она идет? Это развитие фонематического слуха, владение интонационным богатством. Здесь тоже хочется сказать, что ученые проводили эксперимент, они брали, именно экспериментальная фонетика этим занималась, они брали одно слово, одно предложение, осторожно, одно слово, одно предложение. И 22 интонации, оказывается, с 22 интонациями можно произнести вот такое простое предложение осторожно. То есть русский язык интонационно богат, богат. И здесь мы видим формирование произносительной культуры, произношение звуком, овладение минимумом слов, представляющих акцентологическую трудность. И дальше у нас же есть преемственность, да? Что нас дальше ждет в начальных классах? Произносительная культура речи младшего школьника. Как здесь расширяется работа над орфоэпической нормой? Это владение фонетической системой русского языка, владение интонационным богатством, знание орфоэпических правил и их соблюдение. Вот что новое у нас появляется, да? Владение акцентологическими нормами, дикционное совершенство. То есть вот как это должно быть. Спасибо за реакцию, замечательно. И вот здесь очень важно. Вообще сейчас, о чем я говорю, да, благоприятная речевая среда. Сейчас роль воспитателя, учителя, педагога в формировании, в данном случае именно орфоэпической нормы, она значима, велика. Потому что зачастую вот ваша речь, она является единственным таким вот идеальным образцом, на который ориентируется, который слышит, который воспринимает ребенок. Но вот я здесь такую триаду выделила. То есть благоприятная речевая среда – это взаимодействие педагога, родителей и детей. До родителей мы тоже должны доносить ту мысль, что они тоже должны работать над формированием орфоэпической акцентологической нормы. То есть каким образом работать? Каждый день в процессе общения с ребенком, безусловно. То есть мы все, мы вместе, только вместе, вот так вот, в такой триаде мы сможем сформировать эту норму. И вот здесь давайте посмотрим, как у нас могут работать родители, воспитатели в этом направлении, именно в дошкольном возрасте, да. Конечно же, аудиосказки. В аудиосказке. В идеале с рождения нужно слушать аудиосказки. Вот эта звучащая, правильная, красивая речь в исполнении профессионала. Потому что не каждый родитель владеет, да, вот этой речью. Поэтому аудиосказки. И вот здесь вы посмотрите, я обращаюсь все-таки к русским народным сказкам, чтобы еще у нас было вот это русское слово, красота русского языка. Да, это сказки можно авторские брать, да, сказки Сергея Тимофеевича Аксакова, пожалуйста. Прекрасно, да. Можно слушать, да, и смотреть мультипликационные фильмы, сказки. То есть не только слушать, но и дальше смотреть, но именно там, где исполнение идет профессиональное. Нас волнует устное, вот это произношение, правильная речь. Сказки Андерсона, да, Шарля Перо и так далее. Вот это важно, это одно направление. Замечательно, если не только воспитатели, не только учителя, но и родители будут дома читать своему ребенку. И нужно это делать, и нужно доносить до них эту мысль. Хорошие сказки, в хорошем исполнении. Потому что таким образом мы формируем прежде всего, конечно, орфоэпическую норму, безусловно. Но и вот здесь я подписала, культурологическая компетенция у нас формируется. Мы знакомим ребенка с вот таким замечательным, богатым, красивым миром русского слова. Да, замечательно. И вот здесь, если есть возможность, если вы проживаете в таком городе, где есть театр, обязательно есть театральные постановки для детей. Конечно же, и родители, и педагоги, ну мы должны, должны посещать театральные постановки. Потому что театр, он всегда был, есть, и я очень надеюсь, будет образцом орфоэпической нормы. Всегда театр был образцом орфоэпической нормы. То есть вот эта устная, правильная, красивая, звучащая речь – это театр. Это театр. Так, дальше, следующее направление. Упражнения, да, различные упражнения. Их тоже несколько, несколько видов. На отработку дикции, на совершенствование силы и тембра голоса, темпа речи, на совершенствование мелодики речи, ее интонационной выразительности. Это все, это все работа над орфоэпией и акцентологией. Например, всем знакомые вам вещи, да, но здесь у нас цель именно орфоэпия и акцентология. И вот здесь мы видим, хороши и будут у нас и чистоговорки, и скороговорки, и рифмовки, и потешки, стихи, прибаутки, загадки, пословицы, поговорки. То есть все это будет хорошо. И нужно сказать, что вот то, что мы здесь видим, можно использовать не только в дошкольном заведении и в начальных классах. Это даже можно использовать при подготовке к единому государственному экзамену по русскому языку в одиннадцатом классе. То есть вот эта работа над формированием орфоэпической, акцентологической нормы, она очень важна. И начинает ее воспитатель детского сада, потом продолжает учитель начальных классов. И дальше эта работа углубляется, усиливается, и как результат, наверное, контроля выходит уже в одиннадцатом классе на ЕГЭ. У кого-то, может быть, есть дети этого возраста, может быть, вы заглядывали в демонстрационный вариант. Это задание номер четыре. Номер четыре. И здесь тоже, в общем-то, тоже у нас акцентология важная, важную роль играет, да, важное место занимает и на экзамене. И вот мы здесь видим, посмотрите, какие слова обыгрываются, да, какие слова, в каких мы делаем, в словах мы делаем ошибки. Красит стены нам маляр, полки делает столяр. Грушевый и сливовый варим мы компот, ароматный запах от него идет. Чтобы шейки утеплить, надо шарфы всем носить, балты в косах. Как красиво! Наша Ира просто дива. Мы запомнили слова, убрала, ждала, звала, все взяла и поняла. Вот здесь очень интересно, посмотрите, дается прилагательный, очень сложный, да, вот слово сливовый. Дальше шарфы, банты, да, и вот глаголы, уже последняя строчка глагола. У нас есть такое правило, глаголы прошедшего времени, да, они имеют ударение на окончание. Фекла любит свеклу, как у нашей Марфы есть полоску шарфа, и можно и так обыграть. Вот слово свекла, да. Если бы мы, конечно, графически прописывали вот эту букву Ё, всегда ее пропечатывали, прописывали, мы знаем, что она всегда ударная. Проблем бы, наверное, с этим словом не было. Но поскольку мы не всегда пишем Ё, как Ё, да, иногда передаем без этих точек, то тогда, наверное, и возникают вот эти сложности. Вот, поэтому именно свеклу. Чтоб скорее в библиотеке отыскать ты книгу смог, в ней бывает картотека, специальный каталог. Вот, к сожалению, тоже очень много ошибок в повседневной речи мы слышим на эту, в этом слове, да. Каталог у нас любой, одежды, каталог, допустим, косметики, да, и библиотеки тоже каталог. Долго ели торты, не налезли шорты. Фекла красная, как свекла, или можно сказать так, в огороде баба Фекла у нее на грядке свекла. Срубили ель, сорвали щавель, и суп у нас щавелевый. Танцовщик с танцовщицей любит своих малышей баловать на кухонный стол по посуде. Пускают котят танцевать. Тетка Фекла ела свеклу. Я беру свой инструмент, быстро развожу цепен. Брел я долго и устал. Перешел седьмой квартал. В году квартал у нас, допустим, если это там, где я живу, да, то есть какая-то область в городе, тоже квартал. То есть всегда у нас ударение на последнем слоге. Что за странный носорог? Ел и творог, и творог. Пожалуйста, вариантное ударение, перечень слов с вариантным ударением в русском языке, он на самом деле невелик. Он невелик. Все правильно. Грамота.ру. Да, обращайтесь. Я вот здесь вижу, у нас идет диалог. Дальше. Совершенствование силы голоса потешки и прибалотки. Здесь важная роль педагога, именно он, именно он должен быть образцом речевого поведения и транслировать это на занятии, на уроки. То есть показывать, как это должно быть. Ну, давайте немножко я тоже прочту известные потешки. Наши уточки с утра кря-кря, кря-кря. Здесь еще у нас звукоподражание, да, работаем над звуками. Наши гуси у пруда. Га-га, га-га. Гуси-гуси. Га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Хлеба смазали? Нет-нет-нет. А чего? Конфет. Конфет. Можете вместе со мной читать. Угу. Так. Дальше. Упражнение на совершенствование темпа речи. Темп речи, каким он должен быть, да. Здесь, конечно же, я думаю, что вы используете в своей работе тоже содержание, вот, именно мнемотаблицы. Потому что содержание скороговорки можно отразить в мнемотаблице. Это тоже нам поможет, да, в разучивании скороговорки. Но для того, чтобы именно отработать темп речи быстро, медленно, умеренно, да, умеренно, мы можем использовать еще и предметы, да. Особенно, когда мы работаем с детьми дошкольного возраста. Например, от опыта копыт пыль по полю летит в медленном и спокойном темпе, читаем данную скороговорку, и в этот момент ребенок может катать мяч от себя к воспитателю. То есть медленный темп, мы это катаем. Для проговаривания скороговорки в среднем темпе можно передавать предмет из рук в руки с четким проговариванием слова в момент передачи воспитателя какого-то предмета. То есть я передаю предмет, уже несколько быстрее это делаю. И затем уже в быстром темпе, когда мы проговариваем какую-либо скороговорку, мы можем взять мяч в руки, да, и его кидать. То есть показывать таким образом вот эту вот скорость. Как вы видите, здесь тоже у нас отрабатываются разные звуки, да, абсолютно, абсолютно разные звуки. Какий-то набор согласных, что это очень хорошо, очень хорошо. Так, ну, коллеги, вопросы, да, пишите. Я постараюсь, в конце я оставлю специальное время и прокомментирую ваши вопросы, отвечу на все ваши вопросы. Поэтому в конце пишите тоже вопросы, поскольку мне сейчас нужно... Я пока не буду отвлекаться, но в конце отвечу, конечно же. Итак, продолжаем. Упражнение на совершенствование мелодики речи и ее интенсионной выразенности. Здесь мы тоже можем работать над скороговорками, но сначала медленно произносим, потом быстрее, еще быстрее. Да, так можем усиливать. То есть вот здесь я специально 3-4 раза, да, то есть разные подходы у нас. От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. От топота копыт пыль по полю летит. И так далее. Можно убыстряться, убыстряться, убыстряться. Вы, кстати, можете со мной все это повторять. Очень хороши небылицы. Небылицы мы их обыгрываем, мы показываем интонацию, мы показываем произношение, мы показываем, как работает ударение. Снег идет, жара такая, птицы с юга прилетают, все кругом белым-белом. Лето красное пришло, ежик крыльями махал и как бабочка порхал. Заяц, сидя на заборе, громко-громко хохотал. Так, и вот дальше, посмотрите, пожалуйста. Значит, у нас есть такое понятие, как орфоэпический минимум для старшего дошкольника. Вот здесь мы с вами говорим о преемственности, да, уважаемые коллеги. То есть мы открываем учебник для первого класса и мы смотрим, какой орфоэпический минимум предлагается для первоклассника. И мы можем уже начать эту работу где? Конечно же, в дошкольном учреждении. Посмотрите, какие слова, на мой взгляд, они достаточно сложные. Какие слова включены в орфоэпический минимум для старшего дошкольника. Вот тоже проанализируйте, посмотрите своим таким критичным взглядом, как вы считаете, сложны ли эти слова. Вот здесь я, во-первых, вижу, по части речной принадлежности есть и существительные, есть и глаголы, есть и прилагательные. Вот. И здесь мы видим произношение ЧН и ШН, где, как, да, ШТ, как мы правильно читаем, то есть принципы прочтения. Вот. Поэтому перечень, вот здесь, допустим, есть слово «красивее», это сравнительная степень прилагательного, то есть как правильно, да. Вот. Слова, на мой взгляд, достаточно сложные, достаточно сложные. Вот. И этим орфоэпическим минимумом должен обладеть уже ученик первого класса. Но мы должны, конечно, к этому готовить, да. Где-то сами, да, задумались, банты, включить, включить. Так, хорошо, замечательно, прекрасно. Преемственность формирования орфоэпической акцентологической нормы у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. В чем она заключается? Как это можно вот прокомментировать? Посмотрите, вот я сделала такую таблицу. В первом столбце это то общее, то общее, что характерно для произносительного портрета старшего дошкольника и младшего школьника. И вот здесь хочу обратить ваше внимание на то, что это есть образцовый речевой портрет старшего дошкольника и младшего школьника. То есть как это должно быть? Ну, давайте посмотрим. Имеет развитый фономатический слух, распознает особенности интонационного рисунка фразой, умеет их произносить. То есть это у нас интонация конца предложения, какая она вопросительная, восклицательная, побудительная, да, и так далее. Об этом идет речь. Различает на слух ударный и безударный слоги, знает орфоэпический минимум. Вот эта работа над орфоэпическим минимумом, она должна вестись не только в учебном учреждении, но и где в семье, безусловно, в семье с этим орфоэпическим минимумом. Я рекомендую все-таки вас знакомить родителей, чтобы они знали, что есть такое, они должны обращать на это внимание, безусловно, и в семье, общаясь с ребенком. Далее, владеет дикцией, имеет элементарную мотивационную готовность следовать орфоэпическим нормам языка. То есть вот так правильно, а вот так неправильно, вот так нужно, а вот так не нужно, хотя бы на таком уровне, да. Умеет правильно воспроизводить услышанное по образцу, по образцу. И далее, во втором столбике, посмотрите, пожалуйста, мы видим произносительный портрет ученика первого класса. То есть что новое появляется? Умеет выделять ударный слог, ставить знак ударения, потому что уже начинает изучать фонетику, да. Далее, применяет знания об интонации при произнесении фразы, передает интонацию конца предложения. Соблюдает орфоэпические нормы, умеет работать с орфоэпическим словарем. То есть мы начинаем работу с орфоэпическим словарем, начинаем работу над лексикографией. Далее, как мы можем продолжить работу по формированию акцентологической, орфоэпической нормы уже в начальных классах. Что мы можем делать, что целесообразно делать, на что мы можем обращать внимание, да. Здесь, конечно же, можно предложить следующее задание. Из орфоэпического минимума у нас есть рубрика «Говорите правильно» или она так и называется «Орфоэпический словарь», «Орфоэпический минимум». Можно выписать 5-7 слов и распределить их в три столбика. Например, в первые слова с ударением на первом слоге, во вторые слова с ударением на втором слоге, в третьей с ударением на третьем слоге. Можно обозначить ударение, можно составить словосочетания, можно придумать предложение. То есть вот такая работа. Таким образом закрепляем предложенные слова из орфоэпического минимума. Еще, конечно же, это ежедневное заучивание. Рекомендуется по 5-7 слов из предлагаемого орфоэпического минимума с учетом особенностей типа памяти обучающегося. То есть сейчас это можно легко наблюдать, можно это выявить, да. И вот если визуальная память, то, конечно же, мы что-то визуализируем, да. Можно это и дома визуализировать, и в классе визуализировать. Слуховая здесь подходит аудиословарь. В принципе, сейчас даже у детей начальных классов тоже у всех есть диктофоны. Можно надиктовать какой-то минимум и можно слушать, да. Можно на грамоту.ру заходить и прослушивать именно эти слова, таким образом запоминать. И, может быть, это моторная память у ребенка работает. Тогда можно прописывать эти слова, проговаривать, ставить ударение. Все способы хороши. Вот, но здесь уже вот в начальных классах мы знакомимся с таким очень интересным явлением в русском языке. Очень интересным явлением, которое называется амонимой. А именно а-мо-гра-фы. Амографы. И вот здесь мы работаем над лексическим значением слова. Безусловно, над лексическим значением слова. И предлагаем, конечно же, такие упражнения, как объясни, какую роль играет ударение в следующих парах слов. Их очень много в русском языке. Атлас и атлас. Полки и полки. Кстати, можете, коллеги, продолжить в чате. Примеры свои привести. Кружки и кружки. Гвоздики и гвоздики. То есть, когда именно русское ударение выполняет смыслоразличительную функцию. Смыслоразличительную функцию. Различает смысл слов. И вот в данном случае мы не просто объясняем лексическое значение. Мы можем составить словосочетание. Мы можем составить предложение. И очень хорошо для детей именно младшего школьного возраста, для дошкольников, конечно же, именно рисовать, что-то рисовать. Вот, можно нарисовать и таким образом объяснить лексическое значение слов омографов в русском языке. Здесь еще и, да, замок, замок. Хорошо, ну, у нас есть такой пример. Вот, еще, может быть, будут примеры. Пишите, пожалуйста. Белок, 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 нет кого белок. Форма родительного падежа, да, у нас животное. И белок, и яичный белок. Еще, может быть, примеры будут. Давайте, активизируйтесь, пожалуйста. Вот, такая работа детям нравится. Вот, пожалуйста, еще очень актуально. Вот такая методика существует, как слово дня. Слово дня. Как мы приходим с вами в кафе, в ресторан, нам предлагают меню дня. Меню дня. В данном случае уже педагогу просто им нужно лениться, взять этот орфоэпический минимум, который рекомендуется для запоминания, и просто взять, например, файлик, а может быть, у вас есть какое-то вот такое место в классе, да, или в кабинете, где можно... Вообще это удобно на двери делать. На двери, кстати, родителям тоже полезно. Вот они приходят за ребенком, сейчас, я не знаю, в пандемию пускают их, не пускают. Но чтобы визуализировать это, то есть каждый день меняете это слово дня. Вот в файлик вкладываете новое слово. И так как у нас восприятие, да, зрительное, очень активное зрительное восприятие, поэтому, конечно, здесь хорошо бы еще и картинку. То есть произносим торты. Вот у нас слово дня торты. В следующий раз другое слово. И так каждый день. Так каждый день. И здесь, в общем-то, и дети, и родители в том числе будут акцентировать свое внимание на этом, и, конечно же, будут запоминать, запоминать те слова, которые актуальны. Далее, работа над акцентологией, над орфоэпией, конечно же, она ведется на протяжении всего обучения в школе. Ну, сейчас мы говорим о начальных классах, о детей младшего школьного возраста. И вот их ожидает, так скажем, в четвертом классе всероссийская проверочная работа. Вот здесь я взяла вам небольшой такой фрагмент, как бы демо-версию с сайта Фиока. И предлагаются различные задания, среди которых под номером 4, вот в четвертом классе, дается следующее задание. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными гласными. Поставь в них знак ударения над ударными гласными. То есть, посмотрите, даются слова алфавит, брала, занята, километр. В данном случае мы видим здесь и существительные, и глаголы, да, вот. И ребенок должен правильно поставить ударение. Поэтому акцентологическая норма проверяется на, в том числе и в заданиях ВПР. ВПР, вот. Поэтому, конечно, здесь должна быть целенаправленная, такая систематичная, последовательная работа. Но еще раз акцентирую ваше внимание, что не только в учреждении образовательном, но и в семье. Но и в семье. И об этом нужно говорить с родителями. Вот сразу такой вопрос задам. Сейчас средства, вот мы сказали, да, о факторах, которые влияют на акцентологию. Их очень много. Мы вначале сказали нашего вебинара. И вот среди них масс-медиа, да, СМИ. Как вы считаете, как вы считаете, СМИ, масс-медиа позитивно влияет на формирование архоэпической акцентологической нормы? Всегда ли позитивно или только позитивно? Это первый вопрос. Тоже можете свои комментарии написать. И какой, если это так, да, телевизионный канал вы могли бы посоветовать? То есть что можно слушать? Вот действительно, так, ага, действительно слушать и как идеал, да, хорошей речи. Какой канал может быть телевизионный? Так, хорошо, вот я вижу ответы, да. Да, к сожалению, да, не всегда бывают у нас ошибки. Поэтому, конечно, только телеканал Культура. Да, хорошо, хорошо. К сожалению, так. Поэтому мы с вами и приходим к мысли о том, что вот эта благоприятная речевая среда, в которой ребенок будет осваивать архоэпическую, акцентологическую норму, она прежде всего формируется педагогом. И его речь является образцовой во многих случаях. К сожалению, это так. И уже далее мы говорим о семье. Замечательно, что замечательно, если и там тоже есть благоприятная речевая среда, где ребенок может слышать вот эту правильную, красивую речь и запоминать, учить вот эту архоэпическую норму, то есть осваивать ее, осваивать ее в таком вот, скажем, естественном режиме, да, естественном режиме. Хорошо, коллеги, замечательно. Спасибо вам за коммуникацию. Сейчас немножечко интерактива я вам предлагаю. Вот я выделила слова, несколько буквально слов. Я предлагаю вам поставить ударение в следующих словах. Прямо ставьте ударение, знаете, как ударный, гласный, просто печатайте прописной большой буквой, например, или подчеркивайте, чтобы вы видели, и в чате пишите. Пожалуйста, активно ставьте ударение, как бы вы поставили. Не заглядывайте никуда, никаких грамота точка ру. Конечно, под рукой всегда нужно и печатное издание иметь, орфоэпический словарь, словарь русского ударения, вот тех авторов, которые я вам рекомендовала, это свежие уже, новые словари, потому что норма меняется. Вот, например, долгое время мы говорили только простынь, ударение было на первом слоге простынь, ожиговое еще так. И сейчас мы говорим нет чего, простынь и простыней. Простынь и простыней. Видите, да, вот меняется норма. Так, хорошо, спасибо, вот уже пошли у нас ответы, вижу. Так, поставили в первом слове ударение на втором слоге, вижу. Так, опять-таки, второе слово ударение на первом слоге поставили. Я не произношу намеренно, вот, потому что разные варианты. И произносить вообще нужно только правильный вариант всегда. Произносить только правильный, Чтобы только правильное запоминалось учеником, только правильно, неправильные варианты не надо произносить, потому что это запоминается. Так, хорошо, вижу, спасибо, замечательно. Так, еще идем дальше, еще варианты. Вот наше любимое слово, связанное с мобильной связью, с телефоном, как мы. Так, хорошо, спасибо, вижу, Любовь, Евгения, активные пользователи. Так, хорошо, коллеги, замечательно, спасибо. Так, так, очень хорошо. Хорошо. Жду ответы от всех, да. Какие-то слова сегодня у нас звучали уже. Спасибо, коллеги. Еще ответы. Хорошо. Прекрасно. И торты решили написать. Так, ну что ж, уже приближаемся мы с вами к финалу, да, я вижу так вот у нас слова. Так, хорошо, хорошо. Давайте сейчас я... Замечательно, замечательно. Ответы разные, разные, к сожалению. Это опять же говорит о том, что орфоэпическая акцентологическая норма достаточно сложна в освоении, поэтому я все-таки настоятельно рекомендую, как можно чаще заглядывать в орфоэпический словарь, неважно, электронный он или печатный, но мы должны контролировать себя, свою речь, совершенствовать ее изо дня в день, потому что мы педагоги, и нужно работать над собой, и осваивать орфоэпическую акцентологическую норму. Ну, и мы с вами отметили уже в самом начале нашего с вами мультилога, да, что она изменчива, да, что она меняется, вот. Итак, давайте откроем правильный вариант, у нас много ответов. Спасибо вам большое, коллеги. Так, посмотрите, пожалуйста, правильный ответ. Апостров, баловать, ребенка, банты, вероисповедание, диспансер, жалюзи, закупорить, звонит, позвонит, позвонишь, избаловать, каталог, красивее, нефтепровод, водопровод, все, что вот, у нас ударение на последнем слоге, да, обеспечение, здесь ударение на третьем слоге будет, форзац, плесневить, сыр начал плесневить, принудить, свекла, сливовый, торт, ходатайство, щавель, щавелевый суп. Замечательно. Спасибо вам за обратную связь. И, пожалуйста, уважаемые коллеги, ваши вопросы. Пожалуйста, значит, мы с вами сегодня затронули очень актуальную тему орфоэпиоцентологии, устной речи вообще, мы с вами должны уделять огромное внимание и своей речи, безусловно, с этого мы должны начинать и с родителями взаимодействовать и говорить на эту тему, и, конечно же, работать с детьми для того, чтобы в одиннадцатом классе для них не было удивлением то, что, оказывается, есть вот такая акцентология, и нужно в словах ставить правильное ударение. То есть воспитатель начинает эту работу. Я думаю, что вы со мной согласитесь, уважаемые коллеги. Так. Спасибо вам большое. Я всегда рада общению, обмену идеями. Пишите, я буду рада общению. Замечательно. Спасибо вам, коллеги. Спасибо. Спасибо. Будьте здоровы. Да. И совершенствуйтесь. Да. А русский язык, он сложный. Конечно. Спасибо. Вопросы, может быть, какие-то еще будут. Задавайте. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Потому что там интонации соответствующие, читает профессионал, а нам это нужно. Хорошо, всем спасибо. Хорошего, плодотворного дня. Я рада была общению. Всего доброго. До свидания.